У Гомельской области проанализованы причины росту цен на узвозимое жилье. Основные из них были огучены подчас сегодняшнего республиканского семинара по питаниях жильевого будовництва. Как стать владельником уластного дома с минимальными затратами, поцекавился Олег Синцеров. Наводкарынные брыгинчане, которые были на Малой Радиме некоторых годов, кажут, что городский поселок значительно изменился. В летности тут была проведена масштабная реконструкция, подчас якой не только одновили истнующие объекты, а ей побудовали новые размывы в первую чергу об 20 индивидуальных трехпокаевых жилых домах. Наставница Анастасия Гавриленко ключе отрымала в листопаде минулого года. Кажет, что ранее ее семья сдамала квартиру, что было не вельми сручно. У новом доме аренда яка походится к реху больше 20 рублей в месяц, у туль на усим, у ключей сыномарка, у яка теперь не только уластный покой, а и место для гульни на присядебном участку. Нам все нравится. Мы рады, что получили этот дом, что есть свой участок. Для ребенка это очень большой плюс, что есть свой двор, можно выйти погулять, с друзьями посидеть. Новые домы у Брагини побудовал Оминский домобудовничий комбинат. Проект оказался вельми удалым. Работы под ключ займаются у себя около месяца. У этого предприемства в уголе великий опыт взведения индивидуального жилья. Довольно удобный трехкомнатный коттедж для семьи. У нас здесь на стендах вы можете посмотреть, есть и другие варианты. С меньшей площадью, с большей площадью, двухуровневые. То есть на любой вкус и спрос для наших потребителей. Еще на этот год мы получили шесть домиков. Насколько я знаю, вот в веселье с Брагинской администрацией, молодые люди проявляют интерес к такому типу домов. Правда, новые домы будут больше дорогими. Почас семинара к этому пытанию особливая увага. Керавництво домобудовничьего комбината звертается до Лизбов. За опошний год кошт дозеленного палева повеличился на 28%, быдовничьих материалов до 25%, при рентабельности самого предприемства – у 2%. Рост цен так само – одна из причин того, что работы на значочной части домов, якие населенства возводить за властный кошт, ведут саморудным. Правда, есть ящедная махчимость стать владельником жилья. Только у Гомельской области наличивается больших 2000 сбудований, у которых они не используются. В Аураде обещают, в вынику его набития держава каже допомогу. Пустующие дома. Мы отрабатываем механизм, и в самое ближайшее время он будет представлен. Это человек, когда может купить такой дом, и одновременно провести его ремонт или реконструкцию. Мы тоже в нашей организации предоставим такую услугу. И нормативно у нас есть документы, которые позволяют получить льготный кредит для ремонта или реконструкции такого жилья. Ящедная махчимость – снижение коштейного жилья в окраснении мясовых материалов. У Хонниках, у Денеков семинаров запрашивают на завод железобетонных вырубов. Предприемство, которое ящед некогда тому из-за тяжкости выживало, сегодня демонстрирует стабильную работу. Хоннинский завод железобетонных вырубов – приклад того, как развивается бытовничая глина. Починаючи с 2011 года, тут провели некогда этапы модернизации, в вынеку чему объемы вытворческие повеличились больше на 250%. Из таких панелей будуют домы в Беларуси и России. Зараз пропрацовывается украинский вектор. Энергия, сберегальное шкло и бытовничные материалы с природного камня. Все это так само демонстрируется в Денеков семинару. В 2010 году Гомель-Абалдарбуду передали один из Беларуси родовища облицовочных камня. На предприемство его назвали карьером надеи и теперь пропонуть шерох новых для региона вырубов. В области зарублены еще один крок по развитию будовничной глины. Олег Сентеров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель.